на прошлых уроках мы сделали контуры для лица в этом уроке мы постараемся сделать контуры для всего остального вот смотрю я на нашего парня какой-то он грустный сейчас заплачет то вы гляди я так думаю что если мы будем работать с цветом в дальнейшем придется убрать все-таки нижние черточки которые нарисовали как толщину нижнего века потому что они его делают каким-то печальным грустным клоуном вот ладно это все попутное вступление давайте начнем смысле продолжим смысле начнем наш новый урок продолжим нашу работу как мне надоели эти кляксы постоянно вылезающие от моего планшета ну да ладно начнем с шеи потихоньку будем опускаться от челюсти вниз она у нас опять будет эта линия очень слабая все придется потом дорабатывать уже без заднего фона а по отдельности спустимся вниз я думаю здесь тоже можно так не аккуратненько прям намазекать потому что с терочкой поработаю еще потом тут идет по шее шнур от крестика да это шнур и идет шнур от провода вот он их мы будем красить просто как линия но это не сейчас сейчас мы будем делать линию я ее прямо так сейчас кусками набросаю даже не углубляясь тут вот тут есть пойдет кусочек белой ткани но это все будет один воротник вот это будет продолжение сейчас сделаем следующее просто калякаем очень неаккуратно она и чтобы не здесь и сделать а вот так вот я сделаю а здесь наверно так и идет тут загогулинка пуговицу я не буду делать она маленькая и если ее пытаться впихнуть она просто загрузит пространство и превратится в какую-то кляксу особенно так как я сейчас рисую и так тем временем мы почти доделали воротник я думаю сделаю воротник и буду линии воротника редактировать да теперь вот этот кусок тут если полеглядеться край этого воротника он почти вплотную уходит но чтобы сделать красивее немного загну и уже теперь доведу воротник все посмотрим что здесь получается страшно пока что ничего не понятно ну начнем все это исправлять так это линия шея вот пошла первая линия нашего воротника ведем 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 здесь я тоже пока уплотняю особо на аккуратность не буду смотреть мне главное жирный цвет сделать плотный подтирать потом ластиком все равно придется вот этот кусочек сделал сделал уголок уголок перекладина так все тут видите клякс много всяких поэтому не обращаем пока внимание тут вообще он не некая жирная ой ведем ведем вот до этого стыка так довели теперь следующий следующая часть воротника маловато это взял наверное подальше продаю все таки да и вот здесь оставлю все линия крайне сделали стык с лицом ну она там не ходит в лицо она за лицо заходит ну это рисунок сделали с этой стороны я не помню проходила эту линию или нет но она какая-то пустая нет я ее не проходил есть дальше кусочек тут переходы плавненько надо потом будет сделать без острых углов еще один так 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 мазюка доделаем эту линию и последнее последнее у воротника так 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 почти очень жирные очень и очень широкие линии получаются мне даже страшно стало ладно все доделали хух наконец-то через терку и толщину поставим с 3 на 5 будем понемногу съедать толстость толстость каждой линии аккуратно здесь на краях сюда теперь ой знаете иди степ беквард вот много немного-много откусил говорится сюда тут главное чтобы рука не дернулась на планшете а то как дернется и всю линию сотру немного не дотер а стык поконкретнее нужно прорисовать прорисовали дальше стерка продолжаем утончаем линию утончаем не все с одной стороны стараемся это делать равномерно с двух сторон так здесь тоже уберем толщину по этой линии с внутренней части будем убирать пусть тут она как-то более размыто по этой линии я часть уберу снаружи ой ой ладно ничего страшного я все сделаем сейчас все знаете так так рука устает рисовать на планшете во время работы старайтесь делать перерывы доделали тут сильно я не буду наверное съедать хотя уже съел возьму кисточку и 3 пикселя поменяем 2 пикселя с этими 2 пикселями я буду дорисовывать края куски где я слишком много стер ну пока у меня все нормально вот поэтому продолжаю вот я сейчас снял почти везде основную массу оставил линии более-менее тонкие вот только в некоторых местах сейчас еще подделаю те большие линии потом много а потом я возьму стерку поменьше и вот в этих вот местах соединений линий надо будет тоже тереть снаружи все теперь стерку беру давайте 3 полщинок нет много я даже не поменял блин 3 3 все и вот тут вот глубине вычищаем теперь воротник уголок то же самое осталось у нас вот это вместо есть ага еще вижу косяк тут линия слабая надо ее затемнуть все есть дальше что сделаем веревочку нарисуем как раз даже размер у линии подходящий я так чувствую да не придется опять стирать еще отсюда скроем ой страшно-то как некрасиво да ладно делаем ту же самую работу рисуем линии опять я тоже самое сделал что и с предыдущими затем они сейчас стеркой обработаю стерка тоненькой контролл зато много слишком много естественно надо постараться линию сделать прямой все-таки физика все такое она вниз должно тянуться а не болтаться на шее невесомости все почти все ну более-менее ровно да как раз что осталось осталась мелочь остался шнурок от провода что сказал шнурок от провода ладно остался провод от наушника доведет я даже не хочу как-то лезть в этот слой второй раз постараюсь сразу все прямо нарисовать хотя как бы этого не хотел мне все равно пройдется под том о по потеряли они не потеряли все равно потом придется лезть в этот слой и смотреть на качество линии так вот это поворот как говорится потерял я шнурок это вообще непонятно ну ладно значит буду фантазировать хозяин барин особенно художник но я не художник но в роли художника сейчас поэтому просто завиток сделаю чтобы красиво было ага и теперь блин вот как то так шнурок странно потерялся на середине пути и все ладно вот тут вот если мы посмотрим кучу всяких веревочек я правда не знаю откуда они все берутся поэтому я просто трогать не буду ну что я и говорил до этого мне по любому придется дорисовывать дорисовывать в чистом виде эту линию как бы я и не хотел сделать сразу что-то жирный так ну вот все со шнурком мы забрались осталось кофта по мелочи сразу говорю может быть где-то будем даже упрощать некоторые вещи вот например молния я ее не буду каждый зубчик вырисовывать как он виден на фотографии а просто просто сделаю наверное темную линию такую толстую не не контурами не контурными линиями а цветом ну я набросаю контур для нее все дела я сейчас быстро очень быстро набросками как скетчем накидаю линии вот таким образом накидаю с молнией как и сделаю вот одна линия и просто параллельно и вторую вот так вот здесь набросаю набросаю контуры набросаю контуры и где складки тоже просто линии такие короткие по форме складок не вырисовываю каждую складку тоже нарисую все вот то что я сейчас заскетчил это нам будет задание на следующий урок а на этом уроке мы с вами распрощаемся на этом моменте и дождемся следующего урока спасибо до свидания спасибо 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 Продолжение следует...